всем доброго времени суток с вами грейсмейстер максим чагаев это рубрика топ-10 и сегодня я буду говорить о творчестве второго чемпиона мира эммануэля ласкера замечу что свои чемпионские и до чемпионские годы он был довольно тонким шахматным психологом шахматным стратегом умел подстраиваться под своего оппонента то есть он мог играть абсолютно любую позицию если был уверен в том что будет понимать ее лучше чем его оппонент то есть можно сказать был универсальным шахматистом что по тем временам была большая редкость так как сильнейшие маэстро той поры предпочитали как правило играть на мат играть в атаку как-то не особо скажем так оглядывались на собственные ворота ласкер за счет такого нестандартного не шаблонного подхода стал чемпионом мира и надеюсь что эта подборка очень хорошо покажет его лучшие качества я старался брать партии против сильнейших шахматистов той поры или же против исторических соперников и так эта позиция встретилась в партии против гезы мараци ласкер играл белыми и последним ходом мараци забрал на b4 кажется что черные в полном порядке буквально осталось заблокировать диагональ а2 g8 например сыграть слон d5 или же конь d5 и все у черных будет хорошо но как известно шахматы это трагедия одного темпа и ласкер об этом знал как никто другой поэтому здесь белые к сожалению для мараци наносят простенький но решающий удар после которого черный отсюда беззащитно следует ход конь бьет f7 ну что делать жертву надо принимать ладья бьет f7 и здесь следует простой достаточно ход ферзь е6 и черные остаются без качества и позиция их разрушается так как на ход конь d5 следует еще ход конь d6 после которого черные проигрывают достаточно красиво на самом деле если же сыграть здесь ферзь е7 то белые бьют на f7 ферзь бьет f7 конь бьет f7 король бьет f7 и ладья c7 шах довольно красивый черные гибнут из-за того что взятие на c7 невозможно по причине связки по диагонали a2 g8 не зря ласкер ее вскрыл поэтому после ферзь е6 последовал ход король h8 ферзь бьет f7 слон d4 король h1 у белых лишнее качество и совершенно выигранная позиция белый комбинирует различные угрозы например уже конь d4 в различных вариантах грозит конь d3 вроде бы марецин напал на шахс f2 но последовал ход ладья f1 после которого у белых совершенно выигранная позиция и в дальнейшем ему ласкер довольно легко партию выиграл и так мы продолжаем следующий пример встретился в партии против кибы рубинштейна одного из культовых маэстро того времени и как мы видим у черных достаточно стабильный перевес за счет изолятора на d4 и здесь рубинштейн попытался скажем так не не самый характерный для себя манере решить свои проблемы тактическим путем последовал ход ферзь c3 это ошибка наверное следовало взять на d5 конь бьет d5 например король g1 и как мы видим у белых хуже но шансы на спасение все-таки сохраняются у них нет слабостей черные фигуры пока никуда не могут вторгнуться и поэтому у белых есть шансы на спасение рубинштейн же сыграл ферзь c3 на что последовало очень четкое и суровое наказание и тоже стоит на самом деле отметить что здесь очень важно было не ошибиться с порядком ходов то есть например если сразу взять на c3 что очень хочется сделать до слон бьет c3 слон f3 можно сказать что разница никакой да по смыслу то есть если он просто играть конь бьет f3 то последует а4 забегая вперед скажу что в партии так и получилось но здесь например есть ход король бьет f3 после которого видимо белые делают ничью например если здесь сыграть а4 слона 5 белые успевают пойти конь d5 и после баба конь c4 и белые достигают ничейной гавани так как грозит вот конь b2 с идеей разменять пешку а4 на пешку а3 но поэтому мануил ласкер сделал все очень четко последовал ход слон бьет f3 и здесь у белых довольно грустный выбор на самом деле то есть если здесь белые берут ферзем то следует ход конь d5 и возникает очень страшная угроза ферзь c2 которую в общем то непонятно просто как отбивать то есть приходится играть ферзь е4 чтобы не допустить вторжение но черные играют синично f5 любое отступление ферзем кроме как на f3 позволяет черным сыграть конь е3 и белые мат получают приходится играть ферзь f3 и тогда уже ферзь проникает на c2 и белые остаются без фигуры ферзь е2 король f7 или же без фигуры или просто упадет весь ферзевый фланг поэтому последовал ход конь бьет f3 и здесь уже ласкер четко зафиксировал слабую пешку на а3 после чего у черных совершенно выигранная ферзь c3 слон до c3 а4 и выясняется что нет хода b4 из-за конь c4 теряется пешка на а3 защитить ее нечем слон на c3 всего лишь наблюдатель поэтому последовало ба и после ба выясняется что на слон b2 будет ход конь c4 и снова черные выигрывают пешку а если же например сыграть слон b4 то после слон b4 a b a3 конь d2 a2 конь b3 черные просто ведут короля король f8 король f1 король e7 король e1 конь d5 и совершенно белый здесь беззащитный b5 конь c3 b6 король d6 король d2 и здесь еще важный ход конь a4 после которого король белых отрезан от пункта b2 и не попадает на него и совершенно здесь выиграна варианты не очень сложные но достаточно элегантные поэтому рубинштейн здесь сыграл король f1 и после слона 3 король е2 король f8 у черных лишняя пешка и реализация надолго не затянулась партию ластер уверенно выиграл последовало король d3 конь d5 слон е1 слон d6 и пешка идет ферзи и дальше черные проблем в реализации не испытали так продолжим следующий пример из партии против а давида яновского очень оригинального и сильного шахматиста того времени но он был слишком мазартен слишком любил атаковать забывал о профилактике и очень часто попадался в западни ласкера потому что яновский был для ласкера очень удобным соперником очень много у него партии выиграл и в общем то данный пример исключением не стал ласкер сделал ход ладя f6 вроде бы ход не самый очевидный и не очень понятно зачем он вообще нужен опять же белые например могут сыграть слон d3 здесь могут сыграть c5 собственно говоря не очень понятен пока смысл данного хода но опять же первое впечатление бывает обманчиво яновский сыграл слон d3 что явилось решающей ошибкой и в общем то в очередной раз попался в расставленные сети здесь конечно следовало ему сыграть c5 жертвуя пешку позиция конечно у белых довольно сомнительная все-таки слабые пешки сдвоенные f2 f3 король как-то не очень понятно стоит слону себя проявить негде но тем не менее ходом c5 белые могли пожертвовать пешку и например слона на c4 попытаться вывести получая какую-то компенсацию все-таки за разбитую структуру если например сыграть bc e5 dd и владея f8 слон c4 всего за пешку белые фигуры начали постепенно оживать пример фержи 7 владея 1 понятно что у черных все равно перевес но в любом случае ласкеру здесь пришлось бы еще для победы потрудиться белые наверное хотят сдвоиться как цвятла даже один владея 2 вцепиться в пешку на е5 теперь у черных сдвоенные пешки в общем до достижения победы еще довольно долго здесь но после ф6 последовал вход слон d3 ход довольно логичный стоит отметить но все бы ничего но есть один нюанс и нюанс заключается в следующем что после хода g5 придется немедленно сдаться белым поскольку от мата связанного с ходом ферзь бьет h3 разумной защиты уже нет на самом деле то есть например если сыграть король h1 то после ферзь бьет h3 ладья h2 ферзь бьет f3 например ладья g2 ну здесь черные выиграют по-разному но можно сыграть например fe слон e2 e3 ворох лишних пешек разбитая структура в общем никаких шансов у белых на спасение здесь нет поэтому давид яновский скрипя сердца здесь сыграл ладья h1 на что последовала смена плана но в любом случае уже у черных совершенно выиграна последовал ход g4 конечно можно было и ферзь бьет h3 здесь сыграть например король g1 ферзь f3 е в конь g7 тоже никаких здесь шансов но нужно считать лишний вариант уже кладя бьет g5 здесь например есть вот и ласкер просто не захотел я думаю ничего считать и сыграл g4 после чего позиция белых как карточный домик рассыпается с таким королем неудивительно да и ладью общем-то в заперте еще последовало слон е2 конь g5 fg f3 и белый просто без фигуры остались даже тарифе и давид яновский здесь признал свое поражение итак следующий пример встретился в партии против зигберта тараша и здесь мы видим что белым тяжко но вроде бы прямого выигрыша пока нет да если слон все-таки отойдет например на и в два то последует ход ферзь бьет е7 и белые вроде бы не зоны риск поэтому тараш здесь сыграл а4 и вроде бы кажется что позиция на самом деле не ясна пешка идет ферзи а на слона в два основа следует ход ферзь бьет е7 ладей е7 ладей е7 и белые все-таки пока не проигрывают да например король f6 можно сыграть ладей е2 и позиция не так ясна но здесь после последовал довольно красивый на самом деле выигрыш не самый на мой взгляд очевидный а еще кстати на слон дт в два здесь помимо того что еще есть вот ферзь бьет е7 можно сыграть что ладей е6 ладей е6 ферзь за 7 и белые дают вечный шаг что скорее всего даже проще чтобы ничего здесь не считать лишний раз поэтому на 4 последовал ход f3 вроде бы не очень понятно на самом деле для чего он сделан тараш побил жеф не очень понимаю что происходит и опять если сыграть слоны в 2 то здесь уже до ферзь бьет е7 можно сыграть ладей е7 король f6 ладей е2 и вообще не ясно кто играет на победу у белых проходная пешка пешку f черный отдали и в общем позиции совершенно не ясно и может вообще черным спасаться придется но после f3 gf последовал ход слон g5 после которого тарашу пришлось сдаться белые получат мат или понесут очень большие материальные потери то есть ход f3 нужен был для того чтобы коварно отпрыгнуть слоном на g5 и держать под боем в некоторых вариантах ферзя на d8 да и здесь тараш признался у поражения ну в общем то можно было сыграть ладей е6 ладей е6 ферзь d7 и после хода ладей е7 белые теряют много всего как раз еще сказался поле ход слон g5 и его полезность то есть появилась поле на е7 для ладьи теперь ладья защищена и здесь у черных все хорошо поэтому тараш ждался следующая партия партия пильсбери ласкер гарри пильсбери был одним из самых креативных и талантливых шахматистов той эпохи я очень талантливо атаковал изобретал был чемпионом сша в общем сильный был шахматист и здесь он в общем-то не изменяя своей стихии пытается играть на атаку хотя позиция конечно этого не требует да то есть нужно было сыграть ферзь f3 пытаться как-то защититься хотя конечно перевес все равно убит у черных но пильсбери сыграл f5 и здесь ласкер мог сыграть слон d7 сохраняя перевес но последовало громоподобная ладья бьет c3 фе ну как-то брать бц все-таки довольно странно да после бц ладья c8 не отобьются белые от всех угрозов е например ферзь c3 еф король f8 и белым плохо на слон d3 например последует слон бьет d4 мат на b2 грозит а если например сыграть ферзь е2 то можно сыграть слон бьет d4 и на ладья d4 последует мат на c1 поэтому конечно на c3 пильсбери бить не стал последовал ход фе и вроде бы кажется что все в порядке на самом деле у белых до следующим ходом последует еф потом как слон d3 король у черных тоже довольно слабо стоит может попасть под угрозы но здесь последовал один наверное самых блестящих ходов которые вообще либо видел последовал ход ладья а3 совершенно безумный но очень важно что ход очень силен и после этого у черных позиция близка к выигранной и вся красота замысла на самом деле раскрывается после взятия на а3 ба ферзь b6 если здесь сыграть то у белых тоже не очень приятный конечно выбор например король a1 если то просто черные берут на d4 ладья d4 ферзь d4 король b1 fe и ладья идет на f2 в общем то тяжко здесь белым вечных шахов никаких не получается поэтому приходится приходится идти во все тяжкие играть король c2 но тут тоже все веселье начинается для черных а для белых оно как раз заканчивается король c2 ладья c8 король d2 ферзь d4 варианты очень красивые на мой взгляд вроде бы кажется что есть вот слон d3 у белых и отбиваются они но следует мат в два хода ладья c2 блестящая король c2 ферзь b2 или же король e1 ферзь f2 тут белые выбирают мат поэтому нужно отступать на e1 но тут у черных ход в ход все срастается ферзь e3 шах слон e2 fe ферзь f3 слон c3 король f1 ладья f8 и у черных совершенно выиграно то есть конечно белые заберут на f8 но пешки разбитые сдвоенные король слабый ладьи не играют в общем оценка сомнений не вызывает да здесь еще должен показать наверное самый красивый вариант это ход e7 довольно хитрый нельзя играть ладья c8 из-за ферзь f5 и белые перехватывают инициативу но после ладья e8 ба ферзь b6 шах король c2 ладья c8 король d2 как ни странно мотует только ход слон бьет d4 и у черных просто ворох угроз то есть как раз ферзь d4 не мотует белые как-то успевают уйти королем на e1 и вроде бы сразу не проигрывают а вот после слон d4 тяжело тяжело здесь белым например король e2 ферзь e6 очень важный ход король f3 ферзь e3 король g4 еще g6 успевают сыграть черные ферзь d5 h5 в общем безумно красивые варианты поэтому пильсбери их не стал считать сыграл еф ладья f7 ба ферзь b6 и попытался защититься ходом слон b5 ферзь бьет b5 король e1 пока ласкер играл здорово но здесь он ошибся он сыграл ладья c7 и в дальнейшем пильсбери мог спастись но конечно здесь он выиграл гораздо проще можно было сыграть ферзь c4 ферзь g4 ладья e7 и выясняется что от двойной угрозы ладья e4 и ладья e2 а защиты нет например если сыграть ладья e1 слон бьет d4 шаг ферзь d4 ладья бьет e1 и побеждают здесь черные без особых проблем или можно даже ферзь d4 ладья d4 ладья e1 в любом случае здесь у черных позиция выиграна но опять же несмотря на то что ласкер ошибся ходом ладья c7 это ни в коем случае не умаляет красоту замысла следующий пример из матча на первенство мира против вильгейма стениса мы видим что очевидный перевес у белых все таки фигуры стоят плохо да у черных то и дело пограживают шах на c5 поэтому стенис здесь сыграл слон d8 вроде бы укрепился и черные пытаются как с оптимизмом смотреть в будущее например если успеет сыграть конь d5 или конь f5 то позиция у них будет довольно неплохой на самом деле но ластер здесь находит такой довольно хитрый тычок после которого позиция черных рассыпается в щепки последовал ход g4 и выясняется что вот эта связка коней которая держит всю позицию она сейчас просто развалится не очень понятно что делать поэтому пришлось взять hg h5 последовало конь f8 и тут следует экзекуция конь ec5 dc конь bc5 шах опять же небогатый выбор у стоиница после король c7 последовало бы слон e7 слон e7 ладья e7 король b6 наверняка бы последовал ход ладья 1 и после b4 b3 черные рано или поздно просто будут замотованы то есть помимо того что уже грозит ладья ea7 ладья с b8 не может сыграть ладья a8 по причине того что будет мат на b7 в общем здесь все печально и после конь bc5 король d6 эластер сыграл слон f4 и вильгеймстеннис сдался поскольку черные форсированный мат получают король d5 ладья e5 король c4 ладья c1 король d4 конь b3 король d3 ладья c3 могло бы закончиться так да пример конечно не такой самый сложный но все таки это матч на первенство мира и отмечу еще что ласкер довольно часто переигрывал стейница в эншпилях то есть хотя стейниц в общем то и сам любил играть позиции попроще но тем не менее ласкер очень умело подстраивался и даже вот в относительно спокойных эншпилях находил какие-то тычки в общем играл максимально неудобно для первого чемпиона мира и очень часто за счет этого побеждал следующий пример партии против карла шлектера одного из сильнейших тоже шахматистов того времени это партия из международного турнира в гастингсе шлектер славился умением цепко защищаться стоять на последних рядах играть очень надежно терпел можно сказать очень часто но за счет этой цепкости набирал очень много очков в том числе против сильнейших шахматистов того времени вот здесь видно что у черных позиция уже можно сказать выигранная но точно какого-то выигрыша и четкого удара пока не видно и шлектер играет ферзь за один белые прижаты уже к канатам окончательно но как победить пока сходу не ясно и здесь эмануил ласкер в общем-то начинает делать то что больше всего любил делать шлектер когда получал позиции с перевесом он начинает маневрировать он здесь играет король f6 ведет короля в центр то есть и белые должны просто стоять на месте и дожидаться своей участи ферзь е1 король е6 ферзь d1 король d5 и здесь шлектер не выдерживает играет h3 допускают решающее ослабление позиция теперь ферзь проникает на g3 и черные в общем-то побеждают достаточно легко надо было конечно продолжать стоять на месте например ферзь е1 тогда бы думаю ласкер бы сыграл король c6 ферзь d1 например можно сыграть король b5 ферзь е1 и здесь можно сыграть а3 ну и соответственно после этого можно надвигать уже пешку уже ферзь d1 g5 и в дальнейшем черные легко победят потому что у белых рано или поздно просто кончатся ходы шлегтер не выдерживает играет h3 но опять же если черные начнут сразу как-то играть здесь ферзь g3 то после ферзь d3 можно получить вечный шаг случайно это естественно никому не нужно поэтому ласкер здесь совершает отличный маятник но сначала он максимально усиливает позицию то есть один раз повторили ферзь е4 ферзь е1 ферзь f4 ферзь d1 и здесь ласкер снова проявляет удивительную хладнокровность то есть он просто возвращает короля назад король е5 ферзь е1 король f6 ферзь d1 король g7 ферзь е1 ладья f6 и выясняется что черные получили что хотели они ослабили короля белых они ослабили пункт g3 и теперь не очень просто нет ходов у белых потому что если он сыграет бат уже после c4 и пешка пойдет что тоже довольно печально да затем ладья е6 d3 и так далее ну предварительно можно короля убрать на h7 чтобы не подставиться ни под какой шаг и шлектер продолжил стоять сыграл ферзь d1 после чего последовало быстрое наказание ферзь g3 ферзь d3 ладья f2 ферзь е4 и тут еще последовал ход ферзь f4 то есть все пути ведут в рим но это самый простой выясняется что после размена король идет в центр и белый абсюд беззащитная шлектер тут еще выписал шах на е7 и после короля h6 просто сдался ввиду ладья f2 ферзь f2 король h2 е2 и проходит ферзь продолжаем партия против фрэнка маршалла создателя одноименной контратаки в испанской партии и маршалл был шахматистом очень остроатакующим и как мы видим здесь уже белый без двух фигур но явно они рассчитывают продолжить атаку ходом конь g5 ласкер отдает ферзя вынужденно ферзь g5 ферзь g5 слон d1 у черных ворох фигур за ферзя но маршалл явно возлагал надежды на ход ферзь бьет g6 грозит ладья f7 висит слон и казалось бы что вроде бы исходы партии пока не так ясен например если сыграть ладья f8 то после ладья d1 ладья f6 например ферзь g4 у черных конечно перевес но позиция все-таки еще не так ясна пока висит пешка на d4 белые хотят ходом b4 отогнать коня и плюс черным нужно все время следить за шахами потенциальными так что здесь еще не так все ясно но ласкер все-таки посчитал на ход дальше атакующие порывы маршала просто были разбиты на корню последовал ход слон c2 и выясняется что после ферзь c2 d3 белый ферзь очень сильно будет ограничен в подвиженности никаких шахов на f7 теперь не предвидится конь на c5 стоит незыблемо ну и помимо того у черных материальный перевес то есть на ферзь f2 здесь просто последовал бы ход ладья f8 ладьи меняются и белым остается только сдаться поэтому на d3 последовал ход ферзь d1 белые еще как-то надеются на то что ходом b4 они успеют согнать коня и все-таки попытаться получить какое-то подобие контр игры но следует а5 после которого по сути борьба заканчивается так как ласкер препятствует единственной идее и белых в этой позиции еще последовал ферзь g4 ладья f8 и реализация не затянулась ласкер победил слон c2 все-таки издалека ход не самый простой особенно по тем временам когда все-таки в основном считали ходы только вперед следующий пример довольно известен на самом деле партия против кассера уля капелланки будущего преемника второго чемпиона мира и разыграна была испанская партия видимо что у белых большой перевес у них очень активный на e6 конь у черных заперт слон упирается в свою же пешку на c6 конь на c8 должен строжить пешку на d6 в общем черным очень тяжко последовал ход ладья g3 и в общем то участь черных фигур она мягко говоря не завидна и капелланка пытается оживить свои фигуры жертвуя пешку то есть он здесь играет g5 что в общем то явилась решающей ошибкой можно сказать то есть например если здесь сыграть gf то после ef d5 белые неизбежно прорываются g5 например hg hg fg конь g5 король f8 f6 ладья a7 и после короля e5 такая картинная очень позиция конечно получается абсолютно все фигуры черных не играют грозит конь e6 и позиция безнадежная на мой взгляд единственный шанс к капелланке здесь был в том чтобы отдать качество ну и в принципе современный гроссмейстер наверное бы так и сыграл где бьет e6 фе король бьет e6 понятно что белых позиций все равно близка к выигранной но как то черные сразу не проигрывают может быть успеют коня перевести на e5 и какие то шансы на спасение все таки сохраняются но капелланка здесь сыграл g5 явно он на это рассчитывал g5 король f3 последовало конь b6 он жертвует пешку gg ключевой момент эншпиля на самом деле опять же по тем временам казалось нонсенсом как можно не забрать пешку на d6 то есть вроде бы лишняя пешка то есть у черных не играет ни одна фигура но на самом деле после ладя d6 конь c4 ладя d1 ладя h8 у белых по-прежнему подавляющая позиция скорее всего близка к выигранной но психологический характер борьбы менялся черные получали пункт e5 черные могут вывести слона на c8 и попытаться получить какое то подобие крепости но как я уже говорил у меня ласкер был очень тонким психологом то есть он прекрасно чувствовал когда характер борьбы нужно менять когда характер борьбы менять не нужно и в этот момент он очень грамотно прочувствовал что не стоит ничего менять а нужно просто продолжать усиливать позицию поэтому здесь последовал отличный особенно по меркам той эпохи ход ладя h3 это ход не самый очевидный но теперь у черных абсолютно безнадежная позиция потому что ласкер планирует просто сыграть дальше ладя h1 зайти по линии h убрать короля на g3 и где-то сыграть e5 и в общем то совершенно черный беззащитный здесь например на коньце 4 еще можно сыграть было ладья 1 здесь ладья h7 грозит очень неприятно не очень понятно как от всего этого дела защищаться то есть еще там на слон b7 можно еще ладья a7 добавить например поэтому после ладья h3 капабланка сыграл ладья d7 король g3 король e8 ладья dh1 в общем то теперь все готово для решающего прорыва еще ладья h8 теперь пограживает поэтому капабланк сыграл слон b7 на всякий случай убирая слона с восьмого ряда и теперь следует e5 заключительный удар позиция черных рассыпается d e конь e4 висит на f6 что делать? защищать надо ну и тут опять же выиграно уже как угодно но ласкер выбирает самый прагматичный путь играет конь 6 c5 и выясняется что черным по большому счету уже можно сдаться на ладья e7 можно сыграть как конь b7 так и конь d6 по разному поэтому последовал ход слон c8 конь d7 слон d7 ладья h7 и реализация снова не затянулась эммануил ласкер очень легко партию выиграл эта партия меня честно говоря очень сильно поразила это партия против одного из сильнейших шахматистов той поры наверное даже сильнейшего Михаила Ивановича Чегорина и на мой взгляд в этой партии эммануил ласкер продемонстрировал блестящее профилактическое мышление что для той поры вообще было очень редким явлением но забегая вперед скажу что здесь ласкер сыграл можно сказать современные шахматы и очень сильно здесь опередил время то есть последовал ход h4 довольно такой пока беспечный да тут последовал ход ладья c8 мягко говоря не очевидно то есть зачем черные так играют не очень понятно и Чегорин собственно тоже этого не понял здесь он сыграл конь c4 то есть беспечно он ведет коня на e3 может быть хочет дальше сыграть g4 что довольно разумно да то есть у белых все таки чуть похуже за счет того что черные имеют преимущество двух слонов но тем не менее то есть позиция крепкая слабости нет поэтому Чегорин продолжает ее играть пока довольно беспечно ласкер играет здесь ладья d8 снова Чегорин не проникся в позиции сыграл здесь конь e3 и после хода слон e8 выясняется что черные таким образом отфиксировали себе устойчивый перевес продемонстрировали глубину своего замысла то есть они хотят перевести слона на диагональ a2 g8 и затем сыграть c6 d5 на мой взгляд это очень современный такой подход к решению конкретно взятой проблемы то есть это очень глубокий план особенно по тем временам то есть это смотрелось очень диковинно и Чегорин этого не понял и замечу да еще что нет хода слон h5 здесь из-за того что черные выигрывают фигуру поэтому Чегорин все же продолжил играть беспечно да то есть он сыграл ладья fd1 слон f7 теперь явно ласкер готов к тому чтобы провести d5 таким образом у черных уже да стабильный устойчивый перевес понятный план но причин для паники все же не было то есть можно было еще как-то продолжать бороться можно было сыграть например g4 и понятно что после c6 у ласкера перевес но все же партию можно было продолжать у белых нет слабостей и пробить все таки было бы не так просто черным нужно еще вскрыть позицию как-то еще при этом ничего не зевнуть но здесь Чегорин запаниковал и сделал ход c4 после которого конечно у черных уже технически выигранная позиция на самом деле все таки слабость пункта d4 она в этой позиции определяющая ластер здесь сыграл c6 ладья c2 слон d4 ладья dc1 ферзь c7 ведет ферзя на а5 конь d1 ферзь а5 конь c3 b5 и в общем-то Чегорин здесь уже все осознал но было уже поздно последовало б3 ладья d7 и в общем-то партия долго не продлилась у черных масса угроз у белых слабый король на мой взгляд это очень глубоко было со стороны ласкера то есть он прочувствовал что во-первых Чегорину можно сказать станет скучно все-таки Чегорин очень здорово играл позиции с тактическим рисунком где это была борьба тактика сложные позиции а позиции где нужно маневрировать он играл слабее и на мой взгляд ласкер его на этом очень здорово поймал